Нужно заплатить 100 рублей, пенсию должны дать 100 рублей. Проехал, хочет он, проедет. Хочет он, потратит на какие-то другие вещи. Единственный выход. В данном случае какие-то истории про долги, годников? Долгов нет. Получилось как, суть вопроса. Заявилось предприятие Евротранс Техсервис в конце прошлого года на субвенцию на этот год в размере 8 миллионов. Естественно, таких денег нет. Ни в государственном, ни в городском бюджете. Тем более, с городского бюджета вообще нельзя финансировать этот вопрос. Был подписан между ними договор, между управлением соцзахиста и Евротранс Техсервисом. Управление соцзахиста выступает как главным распорядчиком кошки в нашем городе. Был подписан договор на 1 миллион 800. Из них там были долги порядка 600 тысяч. Это за прошлый год кредитная задолженность. И 1 миллион 200 было выплачено за этот год. После чего, когда деньги полностью все выбраны, стоит сказать, что это единственный городской перевозчик, который в полном объеме получил всю субвенцию. Второй городской перевозчик, это Алан Техно, у которого размер субвенции на этот год представлен, по-моему, в размере 42 тысяч гривен. Он процентов 30 или 40 получил. Это 42 тысяч. То есть деньги были все выбраны. Дальше предприятие совершает перевозки чисто за свою коммерческую деньги. Они сами считают свои деньги. Но, естественно, они три месяца покатались. Это убыток. Как по словам предприятия, это порядка миллион 300 им привело. Были сняты ими автобусы. Город решением сессии было выделено еще 2 миллиона. Причем они были забраны у коммунального предприятия «Николаев электротранс» 2 миллиона гривен. И были переданы на управление соцзахиста для выплаты для этого предприятия. Естественно, государственные деньги авансировать никто не может. То есть они должны их получать по факту выполненных работ. На данный момент они не работают. Факта выполненных работ нет. Естественно, ни копейки никто не заплатит. Больше того скажу, что такие вещи выплачиваются раз в месяц. Им идут навстречу, чтобы они сдавали свои акты выполненных работ по декаду. То есть каждые 10 дней. Чтобы быстрее убыстрить эту процедуру выплаты им денег. Но до данного момента никто с предприятия не подошел. Дополнительный договор, доброусловие не заключил. Естественно, финансироваться никто не будет. Пока они не поедут. Единственное, что я могу сделать на данный момент, это в течение 10 дней, если вопросы «Евротранс» так и не решит, не выйдет, я буду изымать машину 54-й и выводить туда другие предприятия, проводить конкурс по новой, чтобы возили их достаточное количество машин, чтобы жители Матвейки могли выехать. Что они должны сделать? Выехать могли на работу. Нет, они, вы говорите, вопрос не решит. Что они должны сделать? Они должны прийти и заключить доп.условие. Все. На эти 2 миллиона. И, естественно, начать работать, чтобы показать выполненную работу и получить за это деньги. То есть перевезли льготника 2 гривна, вот вы получите 2 гривна. Вот что они должны сделать. 24-й и 48-й маршруты. А других, подожди, а других перевозчиков вы будете требовать, чтобы они перевозят? Уйди отсюда. На данный момент, на данный момент, что 24-й и 148-й, это чисто, скажем так, энтузиазм. Предприятия, они пошли нам навстречу, что они закрыли эти маршруты. Хоть чем-то мы можем вывезти граждан. После проведения конкурса. Так что, получается, у нас вообще... Да, мы не для вас, не понимаете. Мы что сюда отошли? Как думаете, а? Извините. Поэтому 24-й и 48-й маршрут, вот они работают. 54-й не имеем мы права ставить другие автобусы, потому что это на данный момент еще маршрут Евротранс Техсервиса. После этого и так получилось, что Евротранс Техсервис работал, да, закрывал. Что сказалось на рентабельности и 24-го, и 48-го маршрута. То есть автобусы почти они выбили своими большими автобусами. Да, это правильно, это рынок, вопросов здесь нет никаких. Но на данный момент мне надо время, чтобы собрать, подтянуть автобусы где-то с других маршрутов, с других направлений, которые более перенасыщены автобусами, и поставить их в Матвей. Спасибо. А что мешает решить...